Об основных тезисах выступления президента Азербайджана поговорим с главой отдела Центра международных отношений Фуадом Чараговым. Он на прямой связи с нашей студией. Господин Чарагов, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Господин Чарагов, как мы уже слышали и в предыдущем сюжете, глава Азербайджана пригласил партнеров к подготовке механизма выполнения резолюции Совета Безопасности ООН. Наша страна не понаслышке знает о том, как иной раз сложно выполняются, или точнее на протяжении 30 лет вообще не выполняются резолюции Совета Безопасности ООН. Азербайджан сам выполнил эти резолюции в ходе военной кампании. Как вы считаете, возможно ли в ближайшем будущем говорить о том, что все-таки такие механизмы будут выработаны? Да, мы Азербайджан в прошлом году положил конец продолжающейся около 30 лет оккупации Армении 20% своей территории путем силы, путем односторонной силы. И этот факт выявил уже, если не ошибаюсь, в прошлом неделе даже глава, премьер-министр Германии отметил этот вопрос, что вопрос Нагорного Карабаха и другие вопросы территориальной целостности показывают вот эти слабые места, двойные стандарты, там, я не знаю, беспринципное отношение к этим вопросам. Если есть правила какие-то, установили, как внутри страны вы не можете давать какие-то привилегии каким-то группам, каким-то лицам, тогда как внутри страны не будет стабильности, не будет процветания, не будет безопасности, как и в мировом сообществе дело обстоит вот так. Наш конфликт, то, что четыре резолюции ООН практически 30 лет не были имплементированы, то есть мы увидели, мы что увидели, ООН, Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, но после этого эти же страны не делали никаких там усилий. Практических шагов. Да, практически шагов, ни коллективно, ни в индивидуальном порядке, и это дало, я думаю, что плохой пример и плохой прецедент для других стран. И я думаю, что если мировое сообщество в будущем не будет работать и усовершенствовать международное право в этом вопросе, мировая безопасность все время будет сталкиваться вот с такими проблемами. Я благодарю вас, господин Чирагов, спасибо за ваш комментарий, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Я напомню, что гостем нашей студии на прямой связи со студией был глава отдела Центра международных отношений Фуат Чирагов. Продолжение следует...